Привет, мои дорогие. Я сейчас иду со второго фитнеса. Сильно замерзла в руки, пока дошла 5 минут до машины. Одеваю перчатки. Хорошо, что нашла в машине хоть перчатки. Руки вообще не чувствую. Только 0 градусов, а так холодно. Промерзла такая температура. Сейчас пошла поцеловала двери. На фитнесе. Захожу, вроде свет есть, а людей никого нет. А там еще такое электронное табло, сколько посетителей. Ну и стоит 0 посетителей. Я думаю, что это такое? Как такое может быть? Что он там сигналит? Вроде я нормально стою. Сейчас проедет какой-то. Идиот. Смотри, ему надо только сюда встать. Смотрите на него. Сигналил мне, а теперь он сюда вот заезжает. Нет других мест. Вторая половина улицы вообще свободна. И он ехал с другой стороны. Вот такие вот ребята здесь, немцы. Сейчас согрею ручки и поедем, мои дорогие. Неожиданно такое препятствие. Перебили разговор. Я пока согрею ручки. Они хотели именно здесь встать. Они, наверное, здесь живут и не хотят дальше одного шага пройти. Вот люди есть странные. Не они с Вупертали, не отсюда, с другого города. Наглые такие. Начали мне еще сигналить. Сейчас погрею ручки и поедем. Ну и короче, студия открыта, а людей нет. Я так тихонечко захожу, встала возле теки, где эти администраторы обычно сидят. И никого нет. А я стою, жду. Думаю, кто-то же должен быть. Раз студия открыта. Ну и выходит мужчина такой. Он говорит, здрасте. Что вы здесь делаете? Я говорю, а вы работаете еще? Он, конечно, нет. Мы до четырех часов. Я говорю, все работают до шести, а вы до четырех. Он говорит, мы уже так полгода работаем. Я говорю, да, я не знала. Я говорю, ну завтра вы уже нормально у вас время будет? Он, да, да, нормально, но со вторника уже будете дополнительно еще сдавать тест. Выставляете эту наглость? А, я вам сейчас покажу спрей, которым я машинку, значит, разогреваю. Вот он у меня с собой. Сейчас люди пройдут. Кто так заглядывает мне в машину с собачкой-то. Это вот такой Энт Айзер шпрей. Ну, короче, против замерзшего. Он согревает это замерзшее. Вот так пшикаешь с этой пшикалкой прямо на колеса, на шины свои. Или на стекла. Что у вас там замерзло, какая проблема? Вот это зимой прямо классное средство. Без него никак. Я прямо с собой здесь рядом вожу. Или утром замерзают эти лобовые стекла. Или вот эти колеса примерзают к асфальту. Я раньше никогда для колес не применяла. А теперь буду знать, что можно так делать тоже, мои дорогие. Ну, и, короче, мне этот мужик, этот менеджер. Сейчас варю пучок. Положу, чтобы он не слетел. Говорит, во вторник уже дополнительно к прививкам еще сдавать тесты надо. Тесты бесплатные, но все равно. Хочешь идти на фитнес, ты должна ехать еще там в центр города. Сдать там тест. 20 минут ждать результат. А потом ты идешь уже там на спорт. И это правило уже, в моем, для всего. Для магазинов, для фитнес-штудий. Даже на работу мне. Вот мне 5-го числа, 5-го января на работу. А, значит, наши шефы сказали, на работу придете с тестом. О том, что у вас нету, ну, ничего. Я начала возмущаться. Начала спорить, зачем мы же сделали прививки. А это никого не волнует. И шефы хотят. И говорят, начнем новый ход все с чистого листа. Проверимся сначала все. Я хочу, чтобы все принесли вот это, результаты тестов. Как вам это нравится, эта новость классная. Так, печечку-челокучку. Не надо согреть. Уже запотевают окна сразу. Так, что у меня там колпачок упал? Кошмар. Вот это проблема земли. Вот это вот запотевание. Мороз, запотевание, заморозание. Я жалею, что я сегодня не пошла на сауну в другом фитнесе. Я думаю, ой, поеду лучше на второй. А уже в рабочие дни там пойду завтра, послезавтра в сауну. Уже так просто не пойдешь без тестов. Так что надо сейчас думать, брать такую паузу, как бы. Брать паузу или ундиховать все эти фитнесы, так как сильно, ну как, целое дело вот это пойти, поехать в один конец города, сдать тест. Потом 20 минут ждать результата, потом поехать на фитнес, а фитнес закрывается рано. Вот так в субботу, воскресенье здесь вот этот так вот медицинский фитнес. Он до четырех часов. Получается, я не успею. Это только морока полудня вот это ездить. Мне это не подходит. Что вы думаете, мои дорогие? Вы бы сдавали каждый раз тест? Каждый раз, когда хотите пойти на фитнес? Или зайти в магазин? Сдавать вот так тест. Вот мы ткосы руки. Напишите мне в комментариях, мои дорогие. Как вам такие фразы, мы обалденные? Обалденные фразы. Я здесь поворачиваю. Здесь у нас все закрыто. Никто не гуляет, ни с детьми, ничего. Все прячутся. По гостям только ходят. Сейчас вот было пару турецких этих открытых забегаловок. Гриль Буды. Ну, одна такая более поприличная, с хорошей мебелью. Там сидела группа турецких мужчин. Потому что турки и мусульмане, они, значит, Рождество, это католическое, они отмечают. Для них это не праздник. Они только Новый год отмечают. Новый год у нас тоже в этом году запретили все фуэрверки. Запрещено. А турки это очень любят. Фуэрверки. Ну и, короче, в этом гриле-ресторане сидела компания турков. А так ресторан был пустой. Потому что немцы в такие дни по ресторанам не ходят. И только турецкие заведения открыты. Даже была сегодня турецкая парикмахерская в городе одна открыта. Они себе стрелают купоны, и для них это не праздники. А немцы, у них запрещено по религии вот этой католической. Здесь католики и евангелики. И у них запрещено в такие праздничные дни работать. Они добивались годами этих своих прав, чтобы не работать. И они не собираются работать. Поэтому у нас здесь это мертвый сезон в Рождество. Нечего ловить. Сегодня это. У меня даже хлеба не было утром. Невозможно накупить столько хлеба на три дня. Так выручают вот эти заправки. На заправке у нас возле дома прямо очередь стояла за булочками. У них хлеба нет, у них булочки свежие, испеченные. Подстояла очередь человек 10. Я думаю, вот они сейчас требуют купоны эти за колонки. Приходят кто там за напитками, кто за колой, кто за булочками, кто хочет шоколадку там. Невозможно все вот так вот накупить на три дня. Постоянно что-то забываешь. У меня вот кофе закончилось, хлеб закончился. Так я вот на заправке купила булочки. Кофе попила на фитнес-студии. И колу я еще купила на заправке. И жду завтра опять будет пару дней. Вот это будут магазины открыты, супермаркеты. Опять надо будет закупаться. Большую закупку, потому что на Новый год опять будет два дня все закрыто. Никуда не пойдешь, ничего не купишь. Такие вот делишки. Эти рождественские базары у нас уже закрыли. Они только до Рождества. Рождество прошло, все. Уже не закрыт. Новый год здесь не сильно так вот немцы праздновали. Ну так спокойно. Вот это раньше делали салюты, фоервер и там пили шампанское, пиво. На улице прямо все стояли, стреляли. А сейчас по домам. С родственниками, с друзьями. Такие вот дела. Если бы еще погода была хорошая, хотя бы солнышко светило. А то вот такой серый день и промозглая такая погода. Вчера был снегок, но он недолго продержался. И на санках не покатаешься, и только вот эта, ну дорога скользкая. Ну все на машинках ездят. Дороги полная машина. Все ездят вот так друг к другу гостя туда-сюда. Единственное развлечение немцев. Куда-то поехали. Границы тоже закрыты. Голландию закрыли. В Голландии там вообще сделали локдаун. Все магазины закрыты. Они до последнего держались. Ходили без масок. И все эти приграничные страны к ним ездили. Ну немцы, там бельгийцы. И потом они берут и закрываются вообще. Ну как еще хуже ситуация у них, чем у нас. И некуда даже вот так на празднике куда-то там поехать. В ближние зарубежья. Потому что все закрыто. Боже, дороги полные. Что это такое? Я сходу уже. Полная машина. Может, поехать еще на фитнес дозаниматься? У меня уже так болят мускулы. Я сегодня хорошо потренировалась. Я жалею, что я вот с него уехала рано. Надо было мне там остановить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok